Мы уже говорили про то, что это тактика России, которой Россия придерживается и в Сирии, то, что создавать, не прекращать до конца огонь, то есть не выходить, вроде бы, с одной стороны, за рамки договоренности о перемирии, а с другой стороны, не превращать огонь, показывая, что в любой момент конфликта может возобновиться. И такой способ давления. Понятно, что Россия устраивает оба варианта. И несколько его несоблюдений. И соблюдение Минска, и его несоблюдения. И вот вариант АСА. КАСА сейчас раз объявила выборы на 13 апреля. То есть, в принципе, наверное, в той ситуации, которая сложилась, это новое руководство Сирии все-таки с ним будут разговаривать. Так и их, если станет понятно, что Минск не соблюдается, то Россия проведет выборы, и с этим руководством, которое придет в результате этих выборов, с ним будут разговаривать. То есть, придет выборы в ДНР, да? В ДНР, и это будет совершенно, так сказать, нужный России выбор. Это после третьего снаряда. И без всяких, так сказать, это не лишних олигархов, вроде товарища Ахметова, друг, я понимаю, является, рассматривается российской властью как конкурент в борьбе за влияние на Донбассе. То есть, он рассматривается. Многие же говорят, что люди Ахметова были потеснены в последнее время. Ну да, мне кажется, что это конкурентная борьба. Это и в этой ситуации, в этой ситуации Россия устраивает, если Украина вносит изменения в конституцию, то вот это и есть долгожданная фиксация победы. Действительно, то, что надо России. И здесь Германия, она фактически занимает пророссийскую позицию. Ну, потому что Германия вообще хотела бы, чтобы этот конфликт завершился на условиях выгодных России, чтобы с Россией потом можно было в короткий срок восстановить сотрудничество. И санкции снимаются, если понимаете изменения, санкции снимаются. Ну, конечно, конечно, санкции снимаются. Я думаю, что санкции снимаются в любом случае. Санкции снимаются, если Украина отказывается принять. В этом случае Россия-то не виновата. Люди честно хотели выполнять Минские договоренности. Но из-за того, что украинская власть не сумела обеспечить выполнение Минской договоренности, Минские договоренности потеряли, ну или там были отложены, или потеряли свою силу. И нужны новые договоренности. Но в этом случае-то Россия-то при чем? И в этом случае. То есть игра Германии беспроигрышная. Ну и Россия, получается, в этом случае беспроигрышна в этом вопросе тогда. Если говорить, что она играет сейчас на отмену санкций, вот тактически, да, вот сейчас. Здесь, мне кажется, есть позиция Германии про то, что санкции надо отменять. И вот Германия помогает России. Конечно, это, так сказать, пророссийская позиция. Германия помогает России добиться отмены санкций. А вот, например, России выгоднее и больше шансов добиться отмены санкций при вот еще Обаме? Или вот, может быть, там, когда будет новый президент? Ну, смотря кто, понимаете, то, сказать... То есть они же тоже рисковать, наверное, особенно не могут. Я думаю, что, так сказать, это единственное, кто сейчас рискует, это Россия. Потому что если будет задержка... В американских выборах. В американских выборах очень сильная. В американских выборах там нет для России хорошего исхода. Единственное, хороший исход – это был приход Трампа, который бы, в общем, так сказать, у которого нет четкой внешнеполитической линии. А понятно, что у радикальных республиканцев вроде Крузы или там такого консервативного Рубио есть четкая линия. Это линия Рейгана, которая направлена на конфронтацию с внешнеполитическими противниками США, на объединение Запада, на защиту против внешнеполитических противников США, на поддержку Израиля против Ирана. Что, соответственно, ставит Россию в тяжелое положение, когда приходится выбирать между Израилем и Ираном. И приход республиканцев в нынешней ситуации для России, хотя Россия, СССР и Россия всегда лучше договаривались с правами, то есть с республиканцами, чем с демократами. Но в нынешней ситуации приход республиканца, это было бы равносильно приходу Рейгана после Картера. Кроме Трампа. Кроме Трампа. Но Трамп, он же, так сказать, не социализированный человек. Трамп не является профессиональным политиком. Да, но что касается санкций, да, в этом случае вопрос о санкциях может быть пересмотрен. И в случае, и с приходом к Клинтон даже он может быть пересмотрен. Хотя Клинтон, конечно, гораздо мягче относится к России.